Татьяна и Сергей Татьяна сразу долго приглядывалась к парню, который то и делал, что сыпал ее подарками и комплиментами. Подарки не принимала, все думала, что не его поля ягода она. Но чувства дали свое, и в конце университета она уже стала невестой, а после и женой. Перед ними были открыты все двери. Жизнь только начиналась. Но для Тани хватило лишь одного разговора с любимым мужем, чтобы абсолютно не задумываясь схватить еще маленького ребенка, собрать самые необходимые вещи и тут же уехать от них. А на следующий же день подать на развод. Одно слово, один разговор, и она ушла. Видимо, была права, чувствуя, что это не ее человек. Сергей всю жизнь прожил с мамой. Отец ушел еще тогда, когда мальчику было два годика. Мать сильно оберегала сына, и он вырос достаточно инфантильной особой. Когда же он рассказал, что влюблен в Татьяну, которая была с очень скромной семьи, но тихая и хорошая, мать сама подтолкнула его к свадьбе с девушкой. Но сразу после свадьбы свекровь стала очень часто навещать молодую семью, и изначально Таня была ей даже благодарна за поддержку. Женщина была очень добра и вежлива, расположила к себе Татьяну. Но после нескольких таких лет Таню просто начало раздражать то, что ее постоянно учат жизни. А это, по мнению матери Сергея, во всем и всегда потакать мужу, убирать за ним, готовить и никогда с ним не спорить, ведь мужчина всегда прав. Вот, например, делая ремонт, супруги не сошлись во мнении о том, какие должны быть обои. Сергей тут же набрал мать, и та примчалась. «Зачем же ты ему нервы ешь? Мужчина всегда прав». Таня ругаться не хотела и ехала с мужем, довольно ухмалявшимся, именно за теми желтыми обоями, что выбрал инфантильный глава семейства. Придирки случались все чаще и чаще, поток критики не прекращался. Но точку во всей этой истории поставила одна ситуация, которая выбила Татьяну из колеи. Когда муж вернулся с работы, а свекровь пожаловала в гости и заметила грязную обувь мужа в прихожей. Она тут же начала. «Татьяна, почему это у мужа грязная обувь? Сейчас же помой и на просушку поставь». Возможно, она бы и проигнорировала, если бы не реакция мужа. «Мам, ну неопытная она. Я ее еще научу быть хорошей женой. Не волнуйся, тебе нельзя». Татьяна просто собрала сына, вещи и послала родственников в прихожей. У подъезда Таня вызвала такси и больше своего семейства не видела. Она поехала домой. Просто домой. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.